Здравствуйте с вами опять я Андрей Непряхин и на сегодняшних уроках я хотел бы вам рассказать и показать как правильно создавать здание для нашей игры stalker так приступим переходим в вкладочку shapes будем делать сплайное моделирование вот и давайте мы с вами создадим вот такой небольшой самый квадрат это будет основание нашего здания давайте мы его конвертируем правой кромкой выше конвертируем в полигоны так вы видите у нас образовался такой большой полигон следующее переведем кладку edge ребра выделим наши ребра 4 ребра зажимаем клавишу control ребра у нас выделили переходим к клавишу моды зажимаем клавишу shift и поднимаем наши стеночки это будет у нас стеночки нашего здания помещения это будем сначала создавать с вами внутреннее помещение так стеночки мы с вами создали пол у нас есть следующим этапом нам нужно с вами сделать дверь самое сложное обычно бывает это создание двери чтобы легче было моделировать перейдем клавишу элемент и сделаем инвертирование элемента как мы видим теперь у нас наружные стены стали светлые внутренние темные это тыльная сторона нашел наших полигонов следующее давайте мы с вами вырежем дверь перейдем боковую раскладочку вот и так способом переходим полигон вот клавишу cut вырезание и вырезаем нашу дверь делаем это произвольно там где нам этого хочется все у нас дверь получилось если что у вас она криво получилось можете перейти в вкладыши вертексе и сделать точное передвижение точно выставить нам по точкам чтобы дверь была у нас чуть-чуть чуточку поровнее так вот у нас получилась вырезанная дверь вот теперь нам осталось удалить этот полигон переходим в вкладочку полигона вот и наш полигончик клавишу delete мы удалили остаток так следующее что нам нужно делать дверь у нас готова таким же способом вырезается окна все остальное теперь мы с вами можем создать наружные стены так мы опять переходим боковую раскладку панели давайте опять переведем к вкладышу сплайнов и вот чуть чуть больше размеров наших стен создадим такой же точно квадратик конвертируем его в полигон у нас опять получилась нижняя часть и таким же способом переходим клавишу edge выделяем все ребра клавишей shift мы поднимаем наши стены наружнее стеночки мы подняли у нас готова давайте мы с вами поднимем чуть побольше вот все стеночки у нас готовы наружнее теперь мы можем нижний полигон наш он нам больше не нужен мы его удаляем следующий этап мы с вами вырезали дверь внутри теперь это нужно нам проделать снаружи если вам плохо видно давайте мы с вами немножко осветлим наши полигоны чтобы лучше было видно переходим в планочку рендеринг и вот здесь вот амбем это есть настроечка подсветки наших полигонки видите моделька становится ярче чтоб сильно вам было понятно этот цвет обозначает при визуализации сцены если вы его замените на белый цвет после визуализации фон будет белый это что касается настройки при визуализации сцены так мы немножко полигончики наши подсветили давайте мы с вами перейдем теперь на предыдущую модель нашу перейдем вкладочку поле edge и вот нам нужно выделить вот эти вот четыре ребрышка выделяем наши четыре ребра и теперь мы с вами начнем немножко под моделируем вытянем наши давайте мы правой кнопочкой скроем пока объекты сцены которые не выделены вот ребрышки у нас выделены на этом объекте именно что на двери давайте мы будем моделировать итак переходим клавишу shift нажимаем клавишу shift move нажмем клавишу shift и делаем вот такое движение протягиваем у нас появляется такой небольшой выступ следующие клавиши скале опять также зажимаем клавишу shift видите у нас пошло сужение по дверной коробке делаем красивую дверную коробку опять клавишу move нажимаем клавишу shift держим протягиваем опять клавишу скале увеличиваем опять клавишу move передвижения зажимаем клавишу shift как видите у нас получилась вот такая вот интересная форма нашей дверной коробки так дверную коробочку мы сделали теперь нам нужно эту дверную коробочку пришить со вторым наружным помещением нажимаем правой кнопочкой показать все давайте перейдем боковую раскладочку что нам нужно сделать это немножко нам вот это помещение внутренне нужно нам чуть-чуть приподнять вот мы чуть-чуть от земли оторвем приподнимем чтобы это было как бы поинтереснее для нас вот все дверь у нас готова теперь переходим на наружнее здание наше наружнее здание кладочку модификаторов полигоны открываем нашу боковую раскладочку со стороны нашей двери вот и давайте мы сейчас с вами здесь вырежем дверь наружной части стороны рекламен кладочку кут и начинаем вырезать нашу дверцу можете не прицеливаться точно это не делать потом мы с вами все равно это дело выставим помощью вертикса так вот мы вырезали с вами наружную дверь полигон выделим наш внутренний полигон и удалим если мы посмотрим боковой нашей раскладочки а мы с вами вырезали не в той стороне ничего мы сейчас с вами ее развернем инвертирование по оси давайте мы перейдем с вами по модели и сделаем инвертирование по оси у да у нас получилось все мы объект с вами инвертировали переставили его на другую сторону у нас получилось с этой стороны теперь наша прорезь так вы видите да дверь у нас получилось прорезалась следующий этап нам нужно выставить на все по центру давайте опять перейдем боковую раскладочку вот и модификаторы вертексе давайте мы с вами немножко увеличим изображение по точнее и выставим по точнее по вертексам по старым по предыдущим объекту вот таким вот способом с помощью вертексе мы выставим точнее расположение и ровность нашей дверной коробки и так нужно проделать каждым уголочком чтобы точно у нас дверь стояла красиво так как нам это нужно последний четвертый уголок наш вот мы с вами ее выставили следующий этап нам нужно подогнать к этой двери если мы нажимаем кладочку 3 как вы видите у нас есть небольшое здесь пространство вот этой стены предыдущей есть два способа первый способ взять этот полностью этот полигон и его помощью клавиши мувы подвинуть насколько настолько насколько это можно как можно ближе видите да мы с вами подвинули вот осталось небольшое расстояние небольшая пустота видите щелочка осталась давайте мы эту щелочку с вами спрячем выделим мы предыдущий объект где наша дверь переходим в кладочку полигоны вертексы здесь верхней панели есть привязочка у вас если правая кнопочка мы нажмем на нее то есть привязочки есть по вертексам по ребрам и так далее в данном случае мы ставим вертексы вот и нажимаем эту привязочку 3d привязка если мы сейчас потянем вертекс определенный то он привяжется к ближайшему вертексу прилипнет это для скрывания вот этих вот щелей видите да вот мы вертекс подвигаем он прилепливается к вертексу предыдущего объекта наружного части здания вот таким вот способом мы с вами выбираем щели все щели мы убрали видите да щели больше у нас нет так наружность она у нас готова внутренняя стена готова следующим этапом этот этап очень важно это нужно сделать сейчас выделим наружную часть здания перейдем к вкладочке элементы видим наш элемент и так зажимаем клавишу shift мы с вами сделаем небольшую копию она в дальнейшем нам понадобится пусть будет она как объектом чтобы она нас пока не мешалась а вот это будет отдельно наша копия наружной стены для чего там я вам потом объясню дверь у нас дверной проем у нас готовый стены у нас готовы останется сделать нам потолок и крышу давайте перейдем во внутреннее здание внутреннее помещение вот и наше внутреннее помещение выделилась перейдем к вкладочку опять модификаторы выберем бродер видите верхняя часть это закрывая заливка дырок отверстий или дырок ну вот выбери бродер и клавиша кап верхний потолочек у нас залиты все у нас готовый потолок готовые стены наружные и внутренние следующий этап будет текстурирование которое будем дальше разбирать с вами и давайте с наружной частью здания поработаем давайте мы с вами здесь создадим тот же эффект но чуть-чуть мы его моделируем переведем вкладочку edge или бродер выделим верхнюю часть сразу у нас выделилась нажимаем клавишу shift клавишу скале таким способом начинаем и раздвигать раздвинули клавиша shift приподняли видите да у нас получился такой небольшой козырёчек и клавиши кап мы заливаем верхнюю часть нашего козырька теперь мы с вами немножко разберем это здание на элементы так как у нас сейчас полностью целый элемент давайте мы вкладочку полигоны перейдем выберем верхнюю часть отделим его как элемент ставим отделяем следующее вот эти четыре полигона стены это нам нужно будет для того чтобы нам разные текстуры наложить на поверхности выделили четыре стены полигонов и также делаем клавишу dash отделение как элементов все теперь мы видим что в цене на этом объекте у нас находятся три элемента наружное здание готово внутреннее здание готово вот и еще одним что нам нужно сделать это отделить неверной проем так как мы его будем текстурировать другим деревом давай переходим в объекты правой кнопочкой мы скроем этот объект фич сексом скрыть вот давайте теперь мы здесь с вами немножко разделим на элементы наш объект итак мы выявляем с вами переходим полигоны выделяем потолочек дэйдж отделить как элемент следующие у нас идут стены мы их отделяем выделяем клавишу control и мышечкой выделяем стены дэйдж отделение как элемента следующий у нас идет полигон это полы давайте мы с вами пол дэйдж отделить как элемент и последний элемент у нас становятся двери так давайте мы с вами проверим перейдем к вазочку элементы вот у нас выделили стены потолок полы и дверная коробка вот у нас дверная коробка отдельно у нас выделилась так все готово здесь мы настроили правой кнопочкой показать все здание у нас готово следующим этапом тот объект который мы с вами копируем который внизу находится из этой части мы с вами создадим NOM объект NOM переходим к вазочку modifier editable поле вот broader нижнюю часть нам нужно выделить нам нужно немножко удлинить нижнюю часть здания давайте мы с вами возьмем клавишу shift и вот ее продлим по длине это будет у нас NOM объект следующее мы возьмем этот полностью объект и вернем его на место загоним наши стены наружные вот мы загнали все здание готово следующим этапом будет полное текстурирование наше здание наложение текстуры на наше здание подготовка его к экспорту в программу SDK на этом все ждем продолжения соблюдение а и то